Ребята, всем привет, это канал JoyWire, с вами Джо, добро пожаловать в мое прохождение в мире Dark Souls. Обожаю эту серию игр, обожаю. Как вы можете увидеть, я потерял все души, потому что я перед началом записи этого видоса... Я начал записывать очередную часть, хотел достать новое оружие, с которым мы будем проходить игру, и я жестко обосрался, так что... Да. Это же Dark Souls, е-мое. На самом деле, я отправился в катакомбы, которые за кладбищем, если кто в курсе, проходил Dark Souls. Через кладбище от Firelink Shrine вниз спускаешься, там раньше спаунилась коса. Она лежала рядом с выключателем, который открывает проход, ну туда, типа, к убежищу Нитов, катакомбы и так далее. Я пару раз пробежался, сдох пару раз там, и... Оказалось, что нету там... Я не увидел, по крайней мере, точки лута с косой, так что... Ну, шо? Катана тоже до хера дамага на самом деле. Я просто не проходил с косой. Скажу честно, у меня не было опыта прохождения игры с косой. Давай. Я понял, ты очень злой, у тебя копье, жизнь крутая. Ты необычный какой-то скелет-воин паршивый. Это очень хорошо, что ты за стеной стоишь и еще щитом прикрываешься. Это я тебя, конечно, уважаю за это. Слов нет. Можно было бы здесь, на самом деле, на этот... Нарубить хвост дракона. У меня, по-моему, нет дальнобойного оружия. Даже если есть дальнобойное, у меня, скорее всего, нет стрелки. Плевать. Катана сама по себе крутая, на самом деле. Очень даже. Мувсет клевый. Когда в двуручное берешь состояние, то выпад прям... Прям очень хорош. В одной руке тоже. Даже еще дальше. Возможно, это поможет, кстати, с прохождением... С боссами там. С горгульками, по крайней мере, может помочь. Учитывая, что это острое оружие, оно еще накладывает кровотечение. Возможно, там все не так плохо пойдет, как это могло бы быть. Ой, уезд нежити. Ну, поехали. Напомню, после предыдущей части у меня был перевес. Из-за того, что катана достаточно тяжелое оружие. Поэтому пришлось, соответственно, оголиться. И теперь можно позволить себе только штаны. Ключ от подвала в тратуде. Блин, они еще и хилиться. Ты посмотри, какие. Я тоже так могу. Что он недостаточно похилился. А! Воу! Что так больно? А, ну я же голый, естественно, больно будет. Надо не слишком сильно еще рашить по этой лесенке, потому что... Так, вы че такие крутые, ребят? Я поражаюсь. Там наверху по лестнице же один из этих рапирщиков, фехтовальщиков. Они... Они крутые и опасные. С ним я связываться не хочу. Другой вопрос. Будем ли убивать кабанчика? Давай-давай, подходи. Как лоси какие-то разменялись просто. Я не хочу открывать, потому что там арбалетчик наверху. Он начнет там пукать в меня и... Ну, такой себе. Ну, давай, подходи поближе. Я тебя зачизю и пойду дальше. Мне еще очень страшно дорогу там проходить впереди. От которого... От одного воспоминания у меня просто на душе больно становится. Ладно, давай откроем. Ну, давай, подходи. Чего? Будем... Будем бороться. Ну, что такое упертый? Так, ну это явно был удар со спины. Который засчитался как удар по счету. Вот так другое дело. Так, этот арбалетчик меня начинает бесить, но я не очень-то хочу шлемпового солдата. Приятно. Так, еще один копейщик сюда прогуливается. Лучше вырезать сейчас всех. Этот Дарак Соулс, он не прощает за то, что ты оставляешь врагов позади, и они все-таки потом приходят, дерут тебе зад. Лучше убивать сразу. Давай, поднимай. У него инсульт на лестнице случился. Ты посмотри. Ты на него посмотри. Его аж трясет. У него аж текстурки отваливаться начали от тела. Так, ну будем надеяться, что он... Так сказать... Передумал. Связываться. Алибарда. Кстати, алибарда не на ловкость? Че у нее с келтом? Дедая на силу. Не, не на ловкость. Так, че там? Чувачки с рапирами. Ох. Ох. Че, я все еще не умею парировать? Ну-ка. Ну. Фу, слушай. Я сам не ожидал такого результата. Так, еще один. А потом обязательно нужно... Так, ну че мы? Так. Вот это... Вот это... Вот это... Некрасиво. Блядь. Ты что такой гадкий? Скажи мне. Что ты такой мерзкий? Зачем последнюю хилку сжег Ванюше? Ох. Осколок титанита. По всей видимости, эти страдания того стоили. Так, у меня, по-моему, последняя человечность. Нам надо добраться до костра. Это... Безусловно, самая важная цель. Там еще один чувачок с рапирой. По-моему, если пойти сюда, здесь тоже еще один будет. Здесь как бы... Здесь как бы... Хукерс. Какая разница, куда идти. Здесь больше нет каких-нибудь интересных товарищей. Давай, братан. Это не то, че я от него ожидал. Ах ты свалочь. А, он не успел! А-а-а-а-а. Ха-ха. Лох. Так, че? Этого рысаря я не готов разделывать без хила. Я думаю, лучшая сейчас стратегия это добежать до костра. И молиться, что мне дадут добежать до костра. Так, отлично. Стрела мимо. Очень хороша. Ой, блядь. По-моему, продолжается забежать. О, блядь! Сука, отстань! Помоляю! Да не-не, все. Он здесь агр должен терять. А он же теряет здесь агр? Скажи, что ты теряешь агр. Да, он потерял агр, отлично. Так, че у нас там по душам? Может... Всосать... Дущи собранные? И попробовать апгрейднуть катану разок? Лишний дамаг не лишний абсолютно будет. На кладбище было понятно, что я не могу даже скелетов там вырезать пока. Субтитры сделал DimaToran. Если вы хотите скелет, то говорите к ним. Субтитры сделал DimaToran. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приятный дядька Так, что, хватает на усиление? Слушай, ну да Осколок титанита один нужен И мы можем себе это позволить Погнали Даже два раза? Ё-моё Ё-моё А у него... У него осколки титанита, кстати, есть Вот только они стоят по 800 Мне хватит только на один, а для прокачки нужно два Ещё нужно будет нафармить 20 тысяч душ для символа Арториаса Но... Спасибо Спасибо, Андре Спасибо Ты... Хороший паренёк Ну как бы... Дед Так, на уровень тоже не хватает Шо ж... Чё тянуть? Погнали на горгулик Эти рапирщики мешать сейчас не должны Нужно будет выстегать этого чувака щитом Огромного этого брутального рыцаря-мужика И... Ну там пройти через одну комнатку ещё необходимо будет Но... Может быть даже и всё получится Так, какого хрена ты на лестнице? Ты должен был диспалмнуться обратно Так, ну и чё? Придётся... Извращаться? Кстати А? Дамаг вроде не так плох А в какой-то момент он может даже развернуть Я не ожидал второй атаки Так, дядь Он там на один... На одну плюшку просто остался И всё И всё Вот как это дело Ещё осколок титанита И души И я могу купить ещё один осколок И ещё разок качнуть катану Сейчас надо чуть-чуть душ набить Так Давай ты подойдёшь сюда Драдудия Я шо-то скелетов щитом Не с разбега, конечно Не с выпада Но с R2 это... Это означает, что по дамагу всё уже очень даже хорошо Я не говорю, что на горгульках будет изи Я чувствую, что... Всё будет там Как должно быть На горгулях Обычно Так, вот тот дядька Вот тот дядька неприятный Этот лифт открывает короткий путь До хрома огня До... До файрлинг шрайна Слушай, ну дамаг действительно серьёзен Я с одного прокаста С выданной выносливости в ноль Могу вырубить Блин, он... Он бафает мелких Благо они всё ещё от шота умирают Но фишка в том, что нужно сперва их вырубить Можно как бы с ними не возиться И с ним в том числе Можно просто скипнуть всё это дело И надеяться на удачу и пробежать Но зная мою удачу Обычно я всё-таки на нём отваливался Там либо кто-то из них выпрыгивает А учитывая, что они сейчас набафанные Они наносят просто херово тучи урона Просто космический дамаг Там он просто в пятикратном размере Вот А этот дядька может ещё спину Самонаводящуюся свою стрелу закинуть О, сломанный меч Так Отлично Отлично Просто замечательно Реально круто Там впереди ещё один рапирщик И можно из темницы выпустить вора Дгоу Вот с этим чувачком нужно аккуратно быть Это уже, если можно сказать Продвинутые типы врагов И Я вот не помню Он встаёт в специальную позу Когда парирует твои атаки Или Просто когда стоит со щитом Ты можешь его ударить Он это дело отпарирует И как бы Скажу честно Очень плохо время проведёшь Ты как? О, ты ещё human, ты? Тогда я в удачу Вы помогите? Как вы видите, я встал Безусловно Безусловно С ним там продолжается Ну точнее происходит Определенная сюжетная линия Которая меня не очень интересует Но когда он появится в городе Есть достаточная чизи строта Тагава очень даже простая В убийстве его И с него падает прикольное кольцо Которое может пригодиться в игре И может достаточно серьезно Облегчить нам прохождение Будущее там кольцо по моему на физический урон Не буду точно сейчас говорить Это надо будет опять же Пруф Пруф чекать Наверное правильно так называется Но это позже После возвращения в город уже Сперва сейчас улучшим катану Я не хочу брать лишние риски Из-за недостающего дамага Тем более душ дофига Качнем катану по максимуму Насколько сейчас войдет Я думаю плюс 4 сможем потянуть И остальное вкачаем еще в ловкость Или может быть в выносливость Надо капать ловкость Прям до максимума По моему 40 ловкости И это максималка После этого уже перестает скелиться Привет Андре Да мне нужна твоя хелпа Дай мне пожалуйста одну эту штучку И один раз катану Еще два камушка У меня по идее хватает 1600 И усилить Плюс 4 Плюс 4 Это Спасибо Андре Что переживаешь за меня Это Блин охрененно Я У меня не хватит сейчас В любом случае на прокачку Однозначно И нет смысла спаунить по новой Всех врагов локации Две хилки Ну Две хилки Это две хилки Я бы конечно хотел вернуть Человечность Чтоб можно было соляра с собой позвать Я думаю мы можем справиться без него Я чувствую что все должно не так уж плохо пройти Единственное что необходимо сделать для начала У меня же есть золотая смола Которая Наносит на оружие электрический баф Оружие начинает наносить там какой-то процент электрического урона И каждый дополнительный урон против горгулек Это Это просто сказочно По-моему здесь больше никого из врагов не должно быть Но в левой комнате Какой-то лут обычно валялся Да Здесь никто не висит Иногда такое практикуется Что тут висит Большая душа солдата Гадем Гадем Души нам пригодятся Все таки нам еще надо Кап 40 добить Так ну че погнали Гаргулек Шо First strike baby Давай Давай Жо ты сможешь Давай Жо ты сможешь Так Вооружили свой джедайский меч и погнали Субтитры создавал DimaTorzok Очень опасная босс арена Так первая горгуля отвалилась Дамага просто Просто жопой жуй И все That's how it's done baby Единственное че не отрубил хвост дракона Там можно отрубить хвост и потом применять его как оружие Но там Что То ли там топор при атаках наносит урон от яда по тебе Че то такое Не буду придумывать Никогда не юзал топор От горгулей Никогда с ним не проходил игру Че это Че так изи Ну опять же баф с золотой смолы И катана прокачан на плюс 4 Это конечно весомый аргумент И че Мы уже стучим в свой первый колокол Всего-то вторая часть прохождения А уже первый колокол Офигенно Кстати Интересная особенность Дарк Шолса По крайней мере первой части Я не знаю обращали внимание или нет А когда вы проходите по локациям Иногда можно услышать колокол Как раз один из этих колоколов Это показатель того Что кто-то из игроков Которые параллельно с вами сейчас рубают в Дарк Шолс Проходят ее и позвенели в колокол Это прикольно Приветствую Я ем Освальд Офигенно 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 Он, по-моему, продает... А, ну, кстати, косточки возвращения можно еще одну взять на всякий случай. Ну, кольца нам пока не обязательно. Он продает талисман и скиллы... Чудеса, точнее. Но это нас особо сейчас не касается. Как же они все крипово смеются. Также он снимает... Точнее, помогает выйти из ковенантов. Да, особенные, так сказать, объединения персонажей, людей, игроков. Во, отличное слово. Объединение игроков по определенной идее. Например, ковенантом защитников леса занимается тем, что врывается в миры людей, которые пытаются пройти эту локацию и убивают их, соответственно. Есть ковенантом, например, какие-то красных, кровавых, заднеприватных рыцарей, я не помню, ребята. Которые просто врываются и убивают других игроков. И много других вариантов. Синие клинки и прочая хрень. Вы можете по поводу ковенантов погуглить. Я тоже в это лезть не буду. Это больше, наверное, такой пвп-аспект игры. Мы же больше с вами на пве будем сориентированы. Давайте вернемся в Firelink Shrine. Здесь можно собрать пару сундуков. Я всегда забываю, в какую сторону спрыгивать. По-моему, сюда. Вон они, да. Вон они, родимые. Отсюда уже спускаться, да? Нет? Да? Нет? Я что-то... Мне кажется, это летальное падение в данном... ...месте. Наверное, вот сюда все-таки в ямку. Как же я давно не катал в ДС. Так. И еще одна душа. 10к. Я бы сейчас на самом деле добил 20. Хотя по сюжетной линии, в принципе, нам спешить-то особо некуда. Пох, найти сундуки. Их тоже можно будет потом собрать. О, привет. Привет. Я думаю, что мы не знакомы. Я Петрус из Торроланд. У вас есть бизнес с нами? Если нет, я бы хотел бы держать distance, если возможно. Привет. Я понимаю, что я просил, что мы держим нашу distance. Но я также хочу знать, что это не было бы неизвестным. Существо. Я думаю, что это не было бы неизвестным. Я думаю, что это неизвестным. Наталья, я хочу знать. О, вернее. Вы опять? О, я знаю. Как это? Я хочу найти мои подруга здесь. Так что, если я показываю вам какие-то miracles? Это будет мне? Это не страшно. Но для них они не только. Эти ребята там занимаются своими чудотворными всякими штуками. Мы в чудеса не верим, мы ребята простые, пользуемся стальным оружием и хорошо время проводим. Так, ну чё? Я думаю, 20 тысяч заработать на дальних этапах игры не так уж сложно, чтобы достать этот ключ. И возможно, лучше сейчас бустануть ловкость и взять чуть-чуть выносливости, чтобы не упираться в кап во время атак. Это, ну, такое прям не очень приятное мероприятие. Можно было ещё улучшить катану разок, но разберёмся. Oh, somebody rang the bell. Wait, was it you? You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. What are you looking at? Don't try anything clever. You might regret it. Don't you ever think to forge your weapons? You'd better find a smith box soon. Unless you enjoy swinging about with blunt instruments. What's wrong? Get a bit of a scare out there. No problem. Have a seat and get comfortable. We'll both be hollow before you know it. Well, what are you going to do? I've already decided. I don't really care. I'm simply crestfallen. How did that silly sorcerer's apprentice end up? You know, the one always prattling on about Master Logan. He left for the undead burg, but never came back. Serves him right. If even old Big Hat can't make it out there, what chance does he have? I hope he enjoys his new life as a hollow. What now? I'm not up for chatting. Leave me alone. Какой неженка. Так, брать им опустошение. У нас 20 фляг. Я думаю, мы можем совершить рывок в Блайттаун. Хотя бы добраться до костра. Я не говорю о том, чтобы убивать к виллу, к велик, к велосипеду. Я не помню, как ее зовут. По-моему, его можно отсюда вытолкнуть. Пока! До свидания. Так, и... С него выпадает кольцо. Его сюжетка интересна в какой-то степени для кого-то, может быть, где-то там, когда-то там интересно. Плюс там захваты миров и прочая хрень. Это, конечно, очень клево. Но кольцо защиты и поддержки. Увеличивает здоровье. Стойкая загруженность. Ломается, если снять. И я подозреваю, что теперь можно повесить куртку. И мы не фэтролим. И есть какой-то деф. Усилить флягу. Усиливаем. Все, у меня больше вроде душ нет. Говорить она не очень хочет. Там его сюжетка заключается в том, что он, типа, вор какой-то, гопник. Он убивает хранительницу, костра, костер гаснет. Мы в Анарландо идем. Там врываемся с помощью ПВП. Мы стимимим за хранительницу. Хранительницу воскрешаем. Там и... Очень интересная сюжетка. Но мы ее минуем в этот раз. Я хочу простое прямолинейное приключение. Максимум, на что я готов, это на сюжетку с Соларом. Так, че, Блайт Таун? Очень страшное место. Очень страшное место. И мы сможем сюда пробраться, миновав битву с боссом, этим драконом с дырявой грудью. Я не помню, как зовут некоторых боссов в этой игре. Здесь, по-моему, лут какой-то. О, еще душа. Из-за того, что у нас есть отмычка, можно открыть дверь и миновать целого босса. Ну, в любой момент можно будет вернуться и почикать его. Я думаю, даже сейчас с такой катаной крутой и с... Ну, достаточно вкачанным уровнем все-таки для начальных локаций. Я думаю, не составит труда его порезать, но... Сэкономим немножко времени. Так, здесь прикольные големы... Огры. Огры? О! Наверное, они все-таки огры. Они измазаны в говне еще. И поэтому, даже когда блокируешь их атаки, они все равно наносят какое-то... какое-то количество урона тебе. И... Блин, они живучие! Они живучие! Обычно их никто не убивает, скажу честно. Обычно чувачки просто проходят мимо и... И плевать. Потому что, ну... Че из них максимум падает? Дерьмо падает, которым можно оружие свое намазывать. В прямом смысле. No joke! С них падает дерьмо, ты намазываешь оружие, а оно наносит ядовитый урон. Возможно, если фортанет, сейчас кого-нибудь из них выпадет, я продемонстрирую. А там фишка в том, что когда ты наносишь, это... Ну, как... Как золотая смола. Говняная смола, если можно сказать. Она наносит и тебе урон. Ну, типа, отравление навешивает на тебя, ты же все-таки тебя трогаешь, дерьмо. Выпадет, нет? С одного не выпало. У вас второй выпало. Навозный пирог называется. Ужасно. Хэп, обратительно. О, еще один. Ну, с одним будет, наверное, проще справиться, чем сразу с двумя. Двести шестьдесят пять. Они достаточно неповоротливые, но внутри, в самой пещере, они могут доставить неприятности, потому что, ну, здесь как бы... Такая достаточно узкая... Узкое пространство, узкая локация, но там внизу, там внизу место дохера. Они могут кидаться там камнями, бегать, прыгать, с ума сходить, время хорошо проводить. А ты нет. Ты время хорошо проводить не будешь. О, ключ к руинам нового ландов. Спасибо. Так, здесь куча всяких комаров, пиявок, кровососов. Ну, что еще может быть в локации, где... Да, вон, кстати, уже какой-то огненный таракан там внизу ползает. В локации, которая, в принципе, на грязи построена. Комары бесячие, скажу честно, по ним не всегда можно попасть адекватно. У них очень странный хитбокс, тем не менее, они могут зато атаковать сквозь стены там и вообще время хорошо проводить. У меня обычно все-таки бывают сложности с этими комарами. Еще очень интересно, с них иногда падает лут, там есть вероятность, по-моему, падения человечности. Самое клевое то, что при убийстве они проваливаются под землю и хер знает, откуда твой лут уносит. Классик Дарксолса. Так, я помню всякие вот эти крутые спуски, типа можно с этой доски сделать там кувырок, упасть вниз и не умереть. Мы проходим без скипов. Обычно классическое приключение. 15 минут, туда и обратно. я испытываю некий дискомфорт, когда держусь с этими комариками. Так, вот это неприятно. Вот эти ребята, которые кидают с копьями. А если помните, Текин, вот Текин однозначно, помните, до сих пор выходят очередные части Текина, вообще легендарная игра. Третий Текин, там был чувачок такой деревянный. Как же его звали? Так, давай, проходи. Как звали этого деревянного дурачка? Короче, один из персонажей. Один из персонажей. Я, я найду, если не забуду, я вставку сюда сделаю видео с его ником. И вот этот, вот это они. Каждый раз, когда вижу этих противников, они вот копьями как разгоняют, там кидаются. Так, следующая часть. Нам нужно запрыгнуть на эту мельницу, на это колесо и спуститься вниз. и в принципе там недалеко будет до костра. А достигнув костер, можно уже будет чувствовать себя немного спокойнее. Все-таки костер это то, ради чего стоит жить в этой игре. Так, костер, если не ошибаюсь, с этой стороны слева за всякими этими волнами. Оп, оп, умирай. А, тут из-за того, что лужа дерьма, еще очень легко можно подцепить отравление. Но, отлично, Милдред. Точно, я же восстановил человечность. Значит, будут врываться фантомы. Я отключил онлайн, чтобы игроки не подключались. Я люблю пвп, но это не то прохождение, это... Отлично. Минус Милдред. Милдред. Бвп с нпс-шными персонажами они примерно такого плана и будут. Врывается дух, но он достаточно глупо себя ведет, лезет куда не надо и очень быстро погибает. По-моему, вот здесь где-то слева должен быть костер. Я надеюсь, мне память не изменяет. Гадем! Вот он! Вау! Разжечь костер! Отлично. Так, перед тем, как закончить сегодняшнюю часть, я хочу еще пробежаться. здесь по-моему какой-то лут. Либо гибель. Но скорее лут. Фейковый? Нет, настоящий. драконья чешуя. Подсказка для тех, кто хочет отличать настоящие сундуки от фантомов. Я не знаю, пофиксили ли они это в ремастере. Вот здесь видите цепь с правой стороны. Она здесь закручена такая, типа полукругом или полумесяцем. У фейкового сундука, у фантома цепь лежит по-другому. Она там просто раскидана. Прямая. Если видите полумесяц, на всякий случай стукнуть разок по сундуку. Проверить, мало ли чего. Я знаю, что в DLC-шках это пофиксили и там страшно это все. Здесь же такая острота достаточно простая. Что, мы добрались до костра. 12 тысяч душ. Я боюсь, что на квилик можно это все очень легко потерять, поэтому вложимся. Наверное 24. Нужна ли еще выносливость? В принципе, меня хватает на 4 атаки и на 1 уворот. Мне кажется, это достаточно неплохо. А ловкость прибавит к физзащите чуть-чуть. Я думаю, вкачаясь в ловкость. Тем более, не так много осталось до 40-го. Ребята, огромное спасибо, что досмотрели эту часть прохождения Dark Souls вместе со мной. Ребята, вы просто замечательные. Спасибо большое за поддержку. Я очень рад и мне очень приятно слышать и видеть ваши комментарии о том, что серия Dark Souls вам зашла и вам действительно нравятся эти видосики. Мне тоже нравится их делать. Скажу больше, их делать немного проще, чем видосы по XCOM, которые мне тоже нравятся и серия по XCOM будет в выходные. Не волнуйтесь, кто подсел на серию XCOM, все будет. Еще раз огромное спасибо, вы просто супер. Обязательно подписывайтесь, если вы впервые на этом канале. А если вы сторожил, ставьте лайк, это помогает в развитии канала. Больше хороших комментариев, больше любви. Я вас всех обожаю. Ребята, с вами был Джо с канала Joywire. Удачи вам и пока.